Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable. Онлайн, посмотрим какой же ежегодный праздник нам приехал, что новенького завезли в его магазинчики, ну а также какие нововведения в него были внесены. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! А для начала сообщу очень важную новость. Нам проработали несколько ошибок, связанные с новой системой алюров лошади. Так что теперь управление стало получше, чем было после обновления, и круп лошади не так сильно заносит на боворотах. Это я считаю победа. Но лучше бы они вернули старую систему, она все-таки как-то попривычнее была. А теперь перейдем к самому празднику. К нам вернулся конный фестиваль, а также дни открытых дверей конюшни Юрвика. Это всегда единое событие на две площадки. Одна именно вот на конюшни Юрвика и вторая в Морланди. Но мы посмотрим все постепенно. Дизайн у нас в этом году очень симпатичный. Сиреневый, с золотом, очень красиво. Нас встречают наездники на лепецанах, флаги, шарики. Все очень-очень красиво и супер празднично. Единственное отличие, что раньше, когда ты въезжал на территорию конюшни, наездники делали особую анимацию на лепецанах, которая у них есть на пробеле. Но сейчас они почему-то ее не делают. Вот и мы заехали на территорию. В этом году тут произошло очень много изменений. Я, правда, не помню, были ли они в прошлом году, но давайте смотреть вместе. Первое, что мы видим, это такую вот маленькую сценку, на которой стоит Лили Бонс из Бульдогов и Лусяна из Летающих Лисиц, насколько я помню. С ними поговорив, мы получим задание на осмотр праздника, что на нем есть, где что находится и где что можно найти, в том числе скачки и уход. Но мы посмотрим каждый из этих пунктиков без данного задания, а просто заходя в любую доступную мини-магазинчике. Теперь фестивальное снаряжение демонстрируется вот так вот на 3D-модельке лошади. Причем самое обидное, что нам до сих пор на данный момент вот эти вальтрапы не допустили до фрисской породы и до англичан, ну и всех остальных лошадей, которые были выпущены уже очень давно, не из последних. Вот такие вот комплекты, бежевый мне очень понравился, я его весь скупила на один свой аккаунт. Потом у нас идет вот такой вот бордовый комплект. И остальные комплекты это уже прошлогодние. Так что тут у нас и питомцы, и украшения, бантики, нагавки, перчатки, ботиночки, сумочки. Здесь абсолютно все. Особенно в магазин зайдет тем людям, кто обожает стиль барокко. Две страницы одежды и амуниции в стиле барокко. Так что советую вам заглянуть в данный магазинчик, чтобы не упустить очень классную одежду. Давайте смотреть дальше. У нас в плечо есть вот такой магазин, называется Полная Эклектика. И здесь тоже у нас комплекты уже за жетончики, которые называются, по-моему, Весенний Жетон. У меня его с собой нету. За ежетоны мы можем купить вот такой вот желтый комплект. Потом серо-бордовый, наверное. И вот такой вот малиновый. Седло, кстати, очень симпатичное. И шлем тоже. Но мне эти комплекты на самом деле не очень понравились. Но думаю, некоторым они зайдут. Я даже знаю один клуб, который носит примерно похожую форму. Вернее, в такой цветовой гамме. Так что надеюсь, она его участникам точно понравится. Дальше за углом у нас появился шкаф. Насколько я помню, раньше шкафа на конюшне Юрвика не было. Но теперь кладовочка вот в виде шкафчика. И здесь у нас есть с очень красивым декором. В виде лиан с цветочками. Манекенчиков с одеждой. И, конечно же, золотой ковер. Как же без него? Здесь у нас стоит дядюшка Хью. Вернее, просто Хью. Который сделает нам за жетоны уход вашей лошади. Сразу моментальный. Так что если ваша лошадка вдруг почему-то стала грустной или не кормленной. И вы хотите повысить ей настроение. Это самый идеальный вариант. Как всегда здесь телега. Который может доставить нас на площадь мероприятий около Морланда. Площадка фестивалей. Я и забываю, как она называется. Но мы туда отправимся чуть попозже. Это все, что находится именно здесь. Кстати, не удивляемся. Лошадей действительно здесь нет. Лично у меня. Я не знаю, почему так. Но куда-то делись кони. У меня их почему-то здесь нет. Я проверяла с двух устройств. Но они есть. Они стоят в Морланде. Я покажу, где конкретно и как они расположены. Ну а здесь пока что лошадок не завезли. Может быть забыли. Может быть очередная ошибка разработчиков. Кто знает. Но пока что здесь пустота. Потом мы выезжаем на плац. О, как же я обожаю плац в это время года. Все украшено в шариках, в статуях, в маленьком боевом поле. И это все выглядит так празднично. Просто идеальное время для соревнований по выездке, я считаю. Здесь у нас теперь вот такой вот список скачек. Он очень большой. По-моему, каждая скачка дает нам 400 опыта. Серьезно? Серьезно? 400 опыта для лошади дает каждый из этих скачек. Это очень-очень много. Ничего себе. Самое время, дорогие друзья, покачать лошадок. И так как у нас обновились здесь трибуны. С одновременно с обновлением чемпионата Морланда. Здесь появились вот такие вот персонажи, сидящие на трибунах. И появился квестик. Сейчас здесь стоит у нас дворецкий Годфрей. Баронесса очень довольна. И у него есть какое-то задание. Вот это я никогда не видела, поэтому давайте посмотрим. Дарья, ты готова нас удивить? Поговори с Годфреем, дворецким баронессой. Мы не сомневались, что увидим тебя здесь. Разумеется, я говорю от лица баронессы Аннабелли Сильверглейд. Теперь мне ясно, почему она решила выкроить время на посещение грандиозного фестиваля конного спорта. Баронесса приедет? Она узнала о том, как силен дух соперничества на фестивале. Ничто не заряжает энергией, так как соревнования. Даже зрители чувствуют прилив сил. Увы, сама баронесса слишком занята, чтобы почтить фестиваль своим присутствием. Пока что я побуду ее глазами и ушами. Собираешь для нее информацию? А нет, поэтому у тебя для этого телескоп. Я лишь наблюдаю за наездниками. Ты думаешь, баронесса хочет приехать, чтобы вспомнить былые дни соревнований и снова почувствовать себя молодой? Для этого у нее есть дорогие лосьоны. Они творят чудеса. Ты же заметила? Нет, баронесса хочет отыскать самого блестящего наездника на Юровике. И ей кажется, что такой человек найдется на фестивале конного спорта. Если хочешь показать баронессе свои блестящие навыки, участвуй в соревнованиях и чемпионатах фестиваля. Я буду ее глазами и ушами и возьму на себя оценку участников, пока у нее не появится время приехать самой. Если ты оправдаешь ожидания баронессы, она наградит тебя престижной лентой. Видишь ли, это не простая лента. Баронесса удостаивает этого знака отличия лишь единицы. Она великолепна, не правда ли? Эта лента символизирует семью баронесс уже много поколений. О, это очень интересно. Я хочу прямо сейчас это испытать. А теперь вперед. Покажи баронессе, что ты умеешь. Так. И что нам надо делать? Ага. Узнай, как произвести впечатление на баронессу. Так. Однако не она желает... Так, это я уже... Т-т-т. А, ну в общем, нам нужно просто выполнять ежедневные... Ежедневные соревнования, скачки, чтобы повысить этот опыт с баронессой. И тогда она приедет, либо будет следующий этап задания. Что еще есть на фестивале? Есть место для отдыха вас и ваших лошадок. Три коврика для пикников бесплатных. То есть нам не нужно ничего с собой приносить. Просто приезжаем и отдыхаем. Дальше, как всегда, наш любимый и дорогой Анди приехал сюда с живым уголком. Где вы можете погладить коровку, бегущую хрюшку, ослика, жеребенка, похожего на спирита. А также лисичку, курочку и котика с собушкой. По-моему, я перечислила абсолютно всех. Мне кажется, что эта зона изменилась с прошлого раза. Так что, вот такое вот нововведение. Вот такая красота. По-моему, это все изменения, которые были добавлены на данную площадку у конюшни Юрмика. Поэтому самое время нам отправиться в Морланд, где у нас стоит вторая площадка данного праздника. И там мы посмотрим еще много чего интересного. Да, я хочу отправиться в Морланд. До сих пор не очень радует эта идея с телегой. Она помогает нам не тратить шиллинги и сразу приехать в место назначения. Так, с возвращением. Нам нужна Линда. Нам нужна Линда. Я забыла. Как и любой ивент, праздник в ССО, вначале нам нужно появиться около одной из конюшен, в которых можно жить. И тогда появится НПС, который рассказывает нам о том, что есть праздник, приезжай туда-то и дает нам задание направления. Я не знаю, кстати, сейчас у меня Линда появится или нет. Наверное, она у меня не появится. Но ничего страшного, задание с Линдой я тогда выполню потом. Поэтому бежим быстренько обратно на праздник. Там очень много всего, очень классного, интересного. Я уже скупила два комплекта на доп. аккаунты по тематике. И сейчас я просто вам покажу, что же здесь вообще есть. Так, у нас есть вот такая вот зона дискотеки, отдыха, зона отдыха и дискотеки. Вечером тут у нас будет праздник. Место для пикника. К нам вернулся магазин для фанатов The Mascreens. Нет, правда, маска уже куплена и что-то еще там, по-моему, было. Но если вы хотите выделяться и быть тоже фанатом данной группы, напоминаю, что их песни иногда вы можете услышать во время некоторых гонок и, по-моему, в ТЦ города Юрвика, советую приобрести. А вот и сам фестиваль. С каждым годом его территория становится все больше и больше. Там даст нам задание на знакомство с данной площадкой. Но мы, как всегда, посмотрим все самостоятельно. Дженни и Лоретта будут давать нам ежедневные задания, связанные с модом, по-моему, и составлением костюмов. И если мы каждый день будем их выполнять, то, по-моему, получим какой-нибудь подарок. Также здесь дает вот это фестивальное снаряжение, которое мы уже с вами видели на площадке около Ярхейма. Полная эклектика. Этот тоже тот же самый. А, нет, нет, это другой магазин. Это другой магазин, и здесь продается все за ЭСК и Шиллинги. И вы просто посмотрите на этот фиолетово-черный комплект для вестерна. Мне он безумно понравился, особенно то, что у него есть черепушка в стиле и цепи, и цепи на штанах. Ой, какая кофта, какая кофта, я не могу. Я подумаю над этой кофтой, праздник только пришел, мне будет время подумать. Но вот этот комплект целиком я купила на Хину, девочка-вестерн, девочка-индеец, и как она классно в нем смотрится. Также здесь у нас и питомцы, и комплекты амуниции, и одежды с прошлых праздников. Поэтому, может быть, вам еще что-то из довольно старников может приглянуться. Но здесь, я как уже сказала, уже только все за Шиллинги и за ЭСК. Потом здесь у нас стоят лошадки клуба Бобкат и Бульдогов. Посмотрим, что у них можно купить. Сеты для Бульдогов. Да, вот такая курска Бульдоги. Здесь валюта, кстати, у нас весенний жетон. И такой же комплект, только для Бобкат. Потому что у нас есть такая некая сюжетная линия, что на данном конном фестивале эти два клуба соревнуются между собой. Еще один магазин полный эклектика. Это тот магазин, который как раз был на конюшне Юрвика. И к нам еще сюда зашел Стив с питомцами. Он пришел с новыми питомцами. Нам завезли двух Йориков. Белочку, которая почему-то похожа очень на разукрашенную под клоуна. И вот такой вот букетик цветов. Очень симпатичный, кстати. Ну а также у нас тут есть еще три шарика. Новый шарик завезли. Сорока. И три кролика. Но это не все питомцы. Я вначале подумала, что все. Нет. Здесь сбоку у нас есть еще один магазин, где тоже у нас питомцы. И вы их можете обменять за весенние жетончики. Тоже букетик. Только по-моему уже другие цвета. Другая белочка. И два шарика. Как выглядят питомцы, вы можете посмотреть. Вот здесь стоят их модельки. Но это еще не все питомцы. Вот здесь рядом с парикмахером и Хью тоже с уходом. У нас есть товары фестиваля для седельной сумки тоже за жетоны. Это вот такие вот мои одни из любимых питомцев, которые правда не могут бегать. Это морковка. Сумка морковки. Сумка с яблоками. Сумка с комплектом для ухода за жеребенком. И также комплект для ухода за лошадью. Они мне безумно понравились. Тоже на один аккаунт. Скупила их все. Мне как раз там жетонов с прошлого года осталось. А вот собственно и все потерявшиеся лошадки. Почему-то они теперь находятся здесь, а на конюшне Юрвика пусто. И это очень непривычно. Ведь там по сути основная площадка. А здесь как бы дополнительная. Можно было бы и там, и там их оставить. Непонятно в каком направлении думают разработчики. Но также у нас есть один маленький косяк. Здесь у нас как всегда андалуз, два лузитана. Две английские чистокровные. И пока что один арабчик. Вторую масть к сожалению забыли добавить. Но разработчики это уже заметили. И сообщили, чтобы игроки не переживали. Лошадка приедет на следующей неделе вместе с лепицаанами. Да-да. Что нас ждет на следующей неделе? Так это приезд обновленной породы лепицааны. Напоминаю, что у нас есть второе поколение. Первого никогда не было. Было только второе. И вот уже на следующей неделе, спустя аж целых шесть лет, к нам приедет обновленная моделька данной лошади. И мы уже ждем, не дождемся познакомиться с ней. Принять у себя в конюшню. И наслаждаться выездкой на данной породе, у которой, по-моему, аж три специальные анимации. По-моему, три. Да. Ну, в общем, уже на следующей неделе вы все узнаете вместе со мной. Ну, а на этом, кстати, это все, что есть на этом коно-фестивале. Я надеюсь, он вам понравился. Я лично обожаю его, этот коно-фестиваль. А, забыла рассказать еще о двух вещах, так как они немножечко скрыты. У нас появились посредник здесь клонного клуба. Ну, а также Джули с ежедневным заданием, по-моему, или ежечасовым. Заданием на чемпионатах. Нам нужно будет участвовать в чемпионатах. И тогда мы получим 250 опыта лошади и шесть весенних жетонов. По-моему, это ежедневное задание. И вот здесь незаметно, за старым домиком Джаспера, у нас есть фото-зона. Очень незаметно. Я, кстати, хочу ее сейчас воспользоваться. Надо только, чтобы все было хорошо в настройках. Советую убрать тени, иначе все будет очень-очень плохо. Так что вот такая вот красотуля. Можно использовать хромакей, зеленый фон. Красиво сфоткать нас на арабике. И потом вырезать, удалить задний фон хромакея и вставить куда-нибудь свою фотографию. Может быть, на открытку для вашего друга. Кто знает. Ну а на этом это все обновления на сегодня. Я показала вам сразу две площадки иконового фестиваля. Показала, где что и продается. Поговорили о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что седлайте коней, приезжайте на праздник, зарабатывайте жетоны, покупайте классную одежду. И хочу напомнить, что праздник будет длиться аж до 3 мая. Да-да, конный фестиваль у нас теперь длится ежегодно аж целый месяц. Так что надолго мы с ним пока что не прощаемся, ведь впереди еще столько всего интересного. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи на следующей неделе конного фестиваля. Ой, а я видимо пойду качать здесь лошадей. Ведь столько опыта дают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!